Мы сегодня слышали притчу, сказанную Господом нашим Иисусом Христом, о том, как в храм вошли два человека, метарь и фарисей. Зачем они вошли в храм? Затем, чтобы помолиться. Но что здесь произошло? В храме именно молятся, в храм идут, чтобы помолиться. Но здесь произошло у них совершенно другое. Фарисей пошел вперед и стал впереди храм, и стал благодарить Бога, что я не такой, как все прочие грешники, грабители, убийцы, прелюбодеи, или вот как вот тот метарь, который стоит сзади. Что он этим сказал? Что он сделал в своей молитве? Он осудил всех. Молитва его не была молитвой, хотя он и благодарил Бога. Он осудил всех людей, которые хуже его, как ему казалось. А я что делаю? Говорит он. А я даю десятину из всего того, что приобрел. Я пощусь два раза в неделю. Я делаю добро. Он как бы выставлял свои добрые дела, свои заслуги перед Богом, осуждая при этом всех других людей. Прежде чем войти в пост великий, мы должны смириться, мы должны прекратить осуждать, потому что Господь говорит, не судите, да не судим и будете. Какой бы ни был грешник, кто-то, кто живет рядом с вами, кого мы видим, кого мы каждый день встречаем, но мы не имеем права его осуждать. Его будет судить Бог. Мы не знаем, как получится. Может быть, этот человек войдет в Царство Божие прежде нас и будет лучший перед Богом, чем мы. И поэтому никого мы не имеем права осуждать. Но, конечно, мы ставим на вид, мы рассуждаем, чтобы мы не были такими. И вот этот человек, фарисей так называемый, он и сам себя осудил. И осуждая других, он сам себя осудил. Он сделал недоброе перед лицом Божиим, потому что его молитва была не молитвой, а осуждением других людей. И Господь хочет, чтобы мы не осуждали, чтобы мы смирились, чтобы мы себя считали хуже других людей. Что же делает Митарий, этот грешник, который собирал подати из всех людей на Римляну, и его считали всех грешниками. Как и тот Закей, о котором мы слышали в прошлое воскресенье, который тоже был Митарий. Он что сделал? Он не смел поднять глаза свои к Богу, к небу. Лицо, голову не мог поднять к небу. И он упустил ее и бил себя в грудь рукой и говорил, Боже, милостив, будь мне грешным. И вот эта молитва со смирением была услышана Богом, и она принесла ему пользу. И говорит Господь, что он вышел из храма более оправданным, нежели тот, который себя возвеличивал и заслуги свои считал перед лицом Божиим. Вот мы пришли все в храм, и мы думаем, что мы самые лучшие, что мы вот стоим, что нам должны место упустить. Вот мы сия священников, и вот миряне, которые ходят в храм, и мы думаем, что мы лучше тех, которые не ходят в храм. Нет, может быть, многие из них войдут в Царство Небесное, а многие из нас войдут в ад и не войдут в Царство Божие. Потому что мы именно этим гордимся, что мы прочитали Псалтырь, что мы знаем Евангелие, что мы читаем утренние и вечерние молитвы, что мы вот ходим в храм, что мы свечей кучу поставили, что мы приложились ко всем иконам, и мы этим гордимся, что кому-то мы что-то помогли, подсказали. А вот на самом деле мы этим и возгордились, и принесли себе урон. Мы принесли себе беду, потому что мы из храма выйдем неоправданными. А вот те, которые ничего такого не делают, но они, может быть, тоже, как метарь, говорят Богу, Боже, милостью будем не грешному, и выйдут из храма более оправданными, и Бог простит им их пререшение, и примет их, как своих учеников. Это очень важно помнить, потому что смирение прежде всего. Кто, как Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен духом. И вот мы должны научиться от Господа Иисуса Христа, ведь Он был Бог, и Он мог все сделать, но Он смирился, отдал Себе в руки грешников, и они издевались над Ним, мучили Его, и, наконец, убили Его. А Он, будучи Богом, все это претерпел, показывая нам пример, что и мы так должны переносить друг друга скорби, претерпеть, и, может быть, даже обиды какие-то, может быть, то, что нас не любят, или осуждают, или говорят сплетни о нас. Мы должны всем им простить, и перенести все это со смирением, благодаря Богу, как тот мытарь, который не смел поднять голову к небу, и только говорил, «Боже, милостив буди мне грешному». Господь создал церковь, и первый храм на земле был построен Соломоном, если вы помните, и там написано в Библии, что этот храм Соломонов благодать Божия наполнена, наполнила, и люди, приходя в храм, могли иметь единение с самим истинным Богом. Но когда люди начали грешить, он был разрушен, этот храм, народ был забран в плен лавилонский, но потом, через 70 лет, они вновь вернулись в Иерусалим, и Ездра, новый предводитель еврейского народа, построил новый храм. И он был благословенный, потому что в него вошла не только благодать Божия, но сам Господь наш Иисус Христос вошел, его принесла туда Матерь, и вот скоро будет праздник, встретение, где Господь осветил своим входом в этот храм в сам храм. И когда мы уходим в храм, мы должны его не то что осквернять, грязными ногами входить в него, а мы должны освящать его своей жизнью, своей молитвой. Молитвой освящается все. И когда мы приходим домой, и вот мы перед едой должны помолиться, и мы должны в доме помолиться, и мы должны, и можем это делать, брать святую воду и окроплять все в доме своем, и это будет приносить нам пользу. И когда мы приходим в храм, мы не должны осквернять его пустыми разговорами, сколько я часто делаю замечаний. Или, может быть, действительно грязными ногами заносим храм сюда. Здесь очень много икон, здесь много очень святынь, мощей святых людей, которые прославлены Церковью и Богом. И мы должны с великим благоговением, с великим и со страхом даже входить в храм, зная, что здесь кабинет самого Бога. Если мы входим в кабинет директора, то мы тоже ничего там не можем делать. Если нас пригласят, мы идем, попросят сесть, мы садимся. Если с нами разговаривает директор, мы говорим. А в храм мы входим, кабинет самого Бога, и часто, может быть, недостойно входим в грязные одежды. Обычно мы на какие-то пиры одеваемся в самую лучшую одежду, а к Богу идем. Мы идем, чем попало. А может быть, даже и в грязной, и в порванной одежды. И не в той, в которой бы подобало нам идти в храм. И на это бы надо обратить наше внимание. Потому что действительно это храм, это кабинет Бога. А чего мы сюда приходим? Мы приходим, чтобы побеседовать с Богом. Молитва – это беседа наша с Богом. И когда мы молимся, мы с ним беседуем. И мы должны помнить, что как нам радостно встретить человека, которого мы давно не видели. А может быть, это друг наш или родственник наш. И мы с ним с удовольствием побеседуем. И час, и два, а может, и полдня, а может, и целый день. И вот вспомните, сколько вы по телефону теряете денег беседуете с другими очень долго. А когда входим в храм, нам не особо хочется беседовать с Богом. То что-то болит, то памяти нет, то голова кружится, и так далее. И мы находим причины всякие, чтобы с Богом не побеседовать, чтобы не помолиться с Ним. И когда мы молимся, это наша беседа с Богом. Когда мы читаем Священное Писание, это Бог беседует с нами. Мы это должны помнить. А беседы есть разные. И как правило, мы приходим в храм, чтобы только просить. И как редко мы благодарим Бога за то, что мы живем, за то, что у нас есть то, что имеется, и за то, что мы можем ходить еще, и видеть, и слышать, и говорить. За все нужно, конечно, благодарить Бога. Но мы приходим часто в храм, чтобы подай Господи, помоги Господи, вразуми, и стели, и прочие, прочие прошения. Только просим Его и просим. А благодарить не хотим. А словословить тоже не хотим. Мы должны всегда благодарить Бога за все то, что Он нам дает, и именно в храм. И вот приступает, приближается к нам Великий пост. Что же мы должны в этом посту делать? Нас как раз церковь и готовит к этому. Прошлую неделю мы говорили о Закее, который был маленький и пузатенький, но набрался сил и залез на дерево, чтобы с него видеть Господа Иисуса Христа. И вот мы должны оторваться от земли, от всего того мирского, что окружает нас, и чем мы постоянно заняты. Сегодня Господь нас учит, чтобы мы смирились, чтобы если мы вошли в храм, не осуждали никого. Наше дело смотреть только на себя, на свою душу, на свою совесть. Вот на совесть обратите внимание. И мы будем молиться, молитвой Ефрема Сирина, и говорить ему, что не дай мне осуждать другого, я только должен на себя смотреть, и свои грехи видеть, и исповедоваться Богу. Но еще мне хочется напомнить всем нам, что кто первый вошел в Царство Божие, не праведник, не тот, кто поклону много делал, не тот, кто свечей много ставил в храме, не тот, кто прочитывал Псалтырь, или Евангелие, или день и ночь молился, а разбойник вошел первый в храм, в Царство Божие. Он обратился с последними словами к Господу Иисусу Христу, и сказал ему, помяни мне, Господи, во Царствие Твоем, и когда придешь во Царствие Твоем. И Господь ему сказал, сегодня будешь со мной в раю, показывая, чтобы мы не гордились своими заслугами. Ну и что, что ты уже епископ, ну и что, что ты священник, ну и что, что ты уже мирянин, со стажем тридцатилетним ходишь в храм и молишься. А может быть, ты действительно недостоин ни звания христианина, ни священнического сана, а вот разбойник покаялся, и Бог ему простил. У Бога столько есть любви к нам, столько милосердия, что Он каждому хочет простить, но Он только ждет одного, нашего к Нему обращения, нашей молитвы, и нашего прихода к Нему именно в храм. Не в клуб, не в какой-то дом сектантский, не где-то в какое-то заведение, где сектанты собираются, а именно в храм, который наши отцы построили и были верные Богу, и были настоящими православными христианами, и знали, где надо прославлять Бога и молиться. И вот такой кабинет построили здесь, и мы должны его украшать своими молитвами, своим смирением, своей любовью, своим приходом сюда. Я прошу, обратите внимание свое на свою одежду, какой вы ходите в храм, на свое состояние, на свою мысль, на внимание свое, на молитвы свои, чего вы приходите сюда, сказать Богу слова благодарности или попросить Его о чем-то, или, может быть, попросить, чтобы Он наказал кого-то, из чего ни в коем случае не надо делать, потому что мы все перед Богом грешники. И, может быть, лучше попросить тому, кому мы хотели бы, чтобы Бог его наказал, милости от Бога, прощения Его грехов, и в разумлении, чтобы Он не грешил. Итак, это уже вторая неделя, подготовительная к Великому посту. Подумайте хорошо о том, чем мы сегодня сказали, что мы делаем, и то, что мы приходим в храм, с каким вниманием, и что мы здесь делаем. Ни в коем случае нельзя говорить в храме, ходить по храму без пользы, без нужды, и кого-то еще и прогонять с того места, где вы стоите, потому что такое, к сожалению, часто бывает. Люди приходят чужие, которые, может быть, первый раз пришли в храм, а их тут так не с любовью принимают, прогоняют, а может быть, они пришли в короткой юбке, а может быть, они пришли без платка, женщины, и уже сразу внимание на них деляют, и замечанием делают, и оскорбляют, и те уходят из храма. Насколько мне известно, это и у нас такое бывает. Плачут, приходят и каются, приходят и жалуются, и говорят, что больше мы сюда не придем. Это грех наш, ни в коем случае это делать не надо. С любовью давайте всех принимайте. Как Господь нас всех принимает с любовью, и мы приходим в храм, и Он смотрит на нас, какие бы мы не были грешниками, Он нам все прощает, если мы к Нему обращаемся и говорим, прости нас, Господи, и помилуй нас. И мы также должны всем прощать, и всех с любовью принимать, и мы должны ко всем людям относиться с великой, с великой любовью, именно в храме, потому что, если мы ходим в храм, слава Богу, если мы христиане давно, слава Богу, но и других давайте научим, чтобы они были христианами, чтобы они были прихожанами в наш храм, чтобы через храм совершилось и их спасение, и наше. И будет это все именно добро, о котором говорит нам Господь. И так, благодарю всех вас за молитвы, будьте предельно внимательны в храме, будьте предельно внимательны в своих молитвах, чего вы просите, ни в коем случае никого не осуждайте, всем за всех молите, всем прощайте, и будьте подобны мытарю, который просил у Бога, Боже, милости, будем не грешному, и не смел поднять голову, и чем-то погордиться, потому что у человека, у каждого из нас нет чем гордиться здесь на земле. Сердечно благодарю всех вас за молитвы, и пусть Господь поможет нам приготовиться к великому посту. Аминь. Я собираю в ладонь теплые слезы дождя, ты мою душу не тронь, не искушай ты меня, я не от жизни устал от одиночества, так что не трать понапрасну слова ваш высочества. Я не от жизни устал от одиночества, так что не трать понапрасну слова ваш высочества. Господи, слава тебе, бытари, пойте со мною, Милостив буди нам и позови, в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови, в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал из-за мирской суеты. Господи, слава тебе, иноки пойте со мною, Милостив буди нам и позови, в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови, в небо идти за тобою.